Я сначала переведу, а потом прочитаю. Какая разница? Хорошо. Здравствуй, дорогой товарищ Пушкарёв. В прошлый раз мы писали тебе про нашу учёбу, спортивные игры и планы на будущее. Но это письмо не такое, оно секретное. Наши враги будут очень рады, если перехватят его. Поэтому будь осторожней. И читай его только тем, которым доверяешь на тысячу процентов. Вот я доверяю. Видите? Мы в опасности. И больше всех наш учитель мистер Гриффитс. Он коммунист, прекрасный человек. И отец Клайда. Он дал клятву на собрании, что никто из выпускников нашей школы не будет воевать во Вьетнаме. Директор сначала испугался и хотел его уволить. Но родительский комитет не дал. Все матери учеников за Гриффитса. Был ещё один скандал из-за одной негритянской девчонки, которую выгоняли за неуспеваемость. А мистер Гриффитс пригласил на экзамен журналистов и доказал, что она всё знает, что ей специально занижали отметки по тайному приказу директора. С тех пор нашего учителя возненавидели крупные шишки города. С этого времени он получил 96 писем, и в каждом нарисованы череп и кости. Вчера в его сад бросили пластиковую бомбу. И если мистер Гриффитс погибнет, мы все выйдем на демонстрацию. И пусть тогда в нас стреляют, потому что жить без этого человека мы не согласны. Каждую ночь кто-нибудь из нас дежурит около его дома. Но у нас один наган на всех, а у них ружья с оптическим прицелом. Полицейские делают вид, как будто ничего не происходит. А мы знаем, что очень даже происходит, что идёт охота на человека. Поговори со своими друзьями, товарищ Пушкарёв. Мы будем ждать вашего совета или какой-нибудь помощи. Придумайте что-нибудь. Считайте нас пионерами. Фрэнк Гарритт, Роберта Олден, Сондра Финчелли, Клайд Гриффитс, Орвилл Мевен. По-американски читать? По-английски, друг мой. По-тур! По-тур! Лёня, ты чё, слегка к нам? Слишком важное дело! Лёня! Правда, что? Лёня, разреши мне познакомиться с этим документом? Зачем? Нет, ты не волнуйся, я тебе тут же верну его. Благодарю. Лёня, можно спросить? Ну? Лёня, ты давно знаешь этих ребят? И если не секрет, откуда? Ну, Клайд! Этому приятелю ещё с позапрошлого года. Он приезжал к нам с отцом, как турист. Иду я один раз в нем гостиниц в России. Друг выбегает ко мне такой курчайники парнишка в тёмных очках и просит разменять 10 копеек. Ну, конечно, на ломном русском языке. Ему двушка была нужна для автомата. А он мне как на зло ни копеечки. Но тогда я ему объяснил, что у нас автоматы на 10 копеек работают так же, как на двушке. Даже лучше. Так и познакомились, потом переписывать встали. Вот и всё. Слушай, а как мы им будем помогать? Завтра все принесут по 10 копеек. Почему по 10? Надо по рублю. Правда, Лёня? Да, лампочки твои рубли. У них же там всё на доллары. Лёнь! Ну, Лёнь, скажи! Я придумал! Ну, тихо! Знаешь, что им надо? Собаку. Зачем? Им нужно подарить сторожевого пса. Ну, чтоб к дому этого учителя все подойти боялись. Чтобы он мерзл выхваткой за горло. Андрей, что, не согласен? А езжай, мне надо! А то он козлят есть лишний, ешь! А не дадут на такое дело. Во-первых, у нас ежиха. И совсем она не лишняя. А во-вторых, ты, Коробов, кончай издеваться. Или предлагай по-человечеству, или молчи. А я не верю. Вот мы сейчас посмотрим, что экспертиза покажет. Кто это не верит? Эти мальчики. Они же рискуют. Знаете, что я вспомнила? Испанию 36-го года. Республика, которая первой поднялась на бой с фашистами. И всем честным людям было до этого дело. Понимаете? Туда бежали мальчишки, а к нам привозили испанских детей. А теперь это американская трагедия. Редактор субтитров А.Семкин